Вся страна знает, что в Санкт-Петербурге ночью разводятся мосты и город делится напополам. Но как выясняется, мало кто знает, что вот уже полгода та же ситуация наблюдается по будним дням, с 8 утра до 8 вечера. Петербуржцы уже давно привыкли откладывать поездки через центр на вечер. Это не новая блокада, хотя похоже. Этот город готовится к празднику, к 300-летию. На реконструкцию закрыта основная транспортная артерия, Троицкий мост. Таким образом, в центре оставлена единственная переправа через Неву, мост Дворцовый. А он всех желающих вместить не может. Ну, безусловно, закрытие Троицкого моста влияет на ситуацию автомобильную в городе. Но мы постарались, в общем-то, приняв ряд организационных мероприятий, вот те, значит, невзгоды, которые сопровождаются закрытием моста, их для автомобилистов сократить. Что мы, в общем-то, в принципе, добились. Может быть, в общем-то, чего-то и добились. Но в частности, на дорогах стоит мат-перемат. Чтобы проехать через центр, закладывают час-полтора вместо вечерних 15 минут. А недавно вздумали менять покрытие на оставшемся Дворцовом мосту. И стало так плохо, что дальше некуда. Образно говоря, пришлось ездить в Тверь через Владивосток. Издалека пробки на набережных очень даже красивы. Бесконечные вереницы машин, неторопливо плывущих по великому городу. Но как участник событий, скажу вам, находиться в этой пробке – сущий ад. Ждать осталось недолго. Мы планируем на ивре месяце мост открыть для движения автомобилей. С открытием моста, безусловно, ситуация с автомобильным движением в городе будет лучше. Можно ли было все сделать по-другому? Наверное, да. Ведь жили раньше в Петербурге без мостов. Устраивали на лето плавучие переправы, зимой ледяные. Но сами понимаете, аврал, трехсотлетие, народ потерпит. Люди не то что терпят, проявляют находчивость. Одна телекомпания уже купила для съемочной бригады юркий мотоцикл вместо громоздкого микроавтобуса. Теперь они никогда не опаздывают. А у новых русских стало модным передвигаться по городу не на шестисотых мерседесах, а на мощных катерах. Специально для этого на набережных стали появляться доселе невиданные пристани. В общем, воистину северная Венеция по неволе. Корреспондент Сергей Сергеевич Лгазин, оператор Сергей Вольнов. Сегодняшка Питер, прямо из Петербурга, рассеченного рекой Невой.